Нормально. Ну что, доброе утро. Я уже на работе, и вы, наверное, тоже на работе. Просыпаемся, просыпаемся, появляемся. Привет! Сегодня хочу поговорить о пользе вреда корсета. Многие девчонки этот вопрос задают. И чтобы у нас каждый выход с перископом все-таки был несколько информативного, не просто передать привет и задавать маленькие вопросы, а поговорим о том, что у нас есть. Сегодня у меня опять Аня, и на ее примере можно будет рассказать, как влияет корсет, хотя на самом деле и моя супруга, и многие мои девочки, которые занимаются у меня постоянно, их носят. Поговорим о том, чем полезен корсет. Надо понимать, что жиросжигание в организме не происходит локально. Нельзя жесть жирок только на животике, либо только на ушках сбоку, либо на внутренней поверхности бедра, жир горит в организме тотально. А раз он горит тотально, соответственно, уходить он будет практически везде равномерно. В тех местах, где его больше, его будет становиться потихонечку меньше, но по отношению к остальной массе тела все равно будут ненужны в этом плане выпуклости. Так вот стой можно сделать, чтобы локально уменьшать жировую прослойку. Для этого применяются у спортсменов корсеты. И корсет дает нам возможность не пускать туда лишнюю жидкость. Потому что жидкость, жир, жир на 90% состоит из воды даже, на 93-94%. И тем самым мы даем возможность не попадать туда жидкости. Корсет в этом плане носится у нас по 20 часов в день. То, что она не доседает, это факт, это специально правильно. На самом деле, Анечка у нас кандидат мастера спорта по пауэрлифтингу, и мне очень долго пришлось ее переучивать, а вот это человек проседал. Задача стоит как раз в том, чтобы вся нагрузка приходилась по ягодице, движение шива по углу. Умничка, жива? Отдыхаем, еще три. Спинку, спинку я уже потихоньку восстанавливаю, делаю гиперэкстезии. Остопад мой все проставил, все неплохо. Соответственно, я хожу к нему 2-3 раза в неделю. Прогиб поясницы всегда максимальный, нагрузка находится в том плане на поясничных столбах, а не на позвоночнике. Только при сильнейшем лордозе можно давать нагрузку на попу, по-другому задница работать не будет. Что еще? Тренер говорит приседать глубже. Ну, ребята, у всех своих тренера я не могу обсуждать или осуждать технику других тренеров. Я работаю с девчонками уже более 15 лет. И задача у нас основная – это задница и не перекачиваем ножки, но при этом делаем спортивную такую фитнес-фигурку. Вроде у Ани все в порядке, но задача теперь выходить уже на подготовочную прямую. Уча тренеться утром или вечером? Как получается. Кому-то утром, кому-то вечером. Сколько провожу персоналок, много ребят, особенно когда я взвернулся. Себя обычно показываю в начале и в конце. Это же больше информативная передача с каким-то таким спортивным или кулинарным уклоном, а не портретная съемка. Можно приседать про протрузию? Да, у меня у супруги протрузия в поясничном отделе. Тем не менее, она приседает, и приседает достаточно хороша. Не очень понял последний вопрос, но тем не менее. Если кто-то переступил перед вашей штангой, нужно понимать, что не все понимают и знают этикет пользования тренажерами в зале. Кто-то может высморкаться, потом взяться за гантелью, кто-то может переступить через штангу. Не надо злиться и быть терпимее, подойти к человеку и сказать, что для кармы это плохо. Постарайтесь в будущем не переступать через штангу. Сделать это добродушно, и человек, скорее всего, вас поймет и больше этого делать не будет. Надо понять, что после любого курса так или иначе есть откат, потому что гормональный фон восстанавливается потом до 8-9 месяцев. Поэтому будет откат в любом случае. Рано ли вы начали, либо поздно. Распрямление до конца вообще не должно существовать. Потому что когда вы распрямляетесь до конца, вы как раз и можете сделать протрузию в тот момент, когда ваши позвонки будут находиться друг над другом. И колени вообще защелкивать нельзя. Все время должна быть недоработка. Нагрузка не должна идти в суставы, она должна идти в мышцы. Долго ли я отдыхал от отдыха в Тае? Полтора дня, потому что в понедельник уже была работа. Откат бывает после любого количества. То есть, сколько вы не принимали допинг, после этого он так или иначе будет. Бухавлю Гошу в Тайзер, дайте вопросу с Гоши. Как нам предстоит правильно, чтобы квадрицепс накачать? Ну, больше в параллельной постановке. И достаточно не в широкой. И желательно сначала закачивать его на разгибаниях. То есть, сделать с суперсеками предварительный памп. Чуще говоря сладкое, кушаю с большим удовольствием. Вот это абсолютно правильная техника для приседания. Сладкое кушаю утром и в первую половину дня. То есть, чем ниже, тем больше прогруз, прогиб. Что касается фармакологии, ребят, я не даю ни советов, не пишу схемы, не занимаюсь этим. Зачем брал импланты из груди? Потому что начала работать моя грудь, начали работать мои плечи. Остаппад дяденька чудесный поправил меня. И все стало нормально. Потребляю виле аспиртное, как и все. Стакан хорошего вина на выходных. Самое мило дело. Помнишь-ка, отдыхаем. Миша видел после того, что нет. Еще не купили билеты, но нам уже забронировали на 23-24, там все уезжу. Соблюдаю ли я диету? Нет, диеты я практически не соблюдаю. Я ем столько, сколько получается, когда получается и как получается. Нет, не курю, что рассказать про стопата. Этот человек работает в Петербурге, если нужны будут данные, все дам. Про видео, где меня задержали, это было давным-давно. Шрамы очень вид портят. Ну, ничего, мы их зашлифуем. Будет ли съемка с Мишей, будет обязательно. Не одна. Я надеюсь, и с Лешей Серебряковым будет обязательно съемка. Так что все впереди. Так, минутку-полтора отдыхаем и на заход. Как видите, утренний спортзал такой достаточно полпустой. Такого помола остеопатия достаточно мягкого, без резкого и сильного воздействия. Ребята, последствия моего задержания это 27 судов, 3 адвоката и 2,5 года сушения. Закончилось с тем, что мне выписали штраф. Дело можно посмотреть в суде, если кому-то интересно. Что Риггер сказал? По поводу, что сказал? Риггер вообще классный парень, очень разносторонне развитый. Владимир поет, танцует, фитнесер, борец, в Риггер играет. Он вообще красавчик, молодец. То есть спорт у него проходит через всю жизнь. Так оно и должно быть. Ребят, буду выходить из эфира, покажу вам себя. Все это вы не то смотрите в Ютубе. Надо смотреть позитивные ролики, а вы смотрите негативные. Зал, да. Самый обычный, негламурный. Поэтому тем самым он очень-очень рабочий. Это ей нравится. Можно ли прийти ко мне в зал, сфотографироваться? Можно. Так бывает. Особенно летом. Рывок. Но я думаю, что научился и буду делать сегодня почаще. Только мне нужно закачать спинку, иначе я еще не успел это сделать. В общем, Бадюк слился. Не знаю, у него видно, не было желания. Привет из Гусева. Далеко ли от дома? Так, километров 5-6. То есть в Петербурге все не близко. Какой тренерский стаж? Ну, тем, что зарабатываю на жизни, получается почти 15 лет, а так на самом деле чуть подольше. Жива? Сколько вышло? 45? 40? Муассом. Такой мой вес? 117. Если что, из него внешность очень долго рассказывать. Одинцова привет. И Домодидова привет. Так, так много разных сторонних комментариев, что даже не знаю, какой из них ответится. Могу Выборгскую и Челябинскую привет передать. Челябинск, ждите. Скоро приедем. Обещаю. По-любому это должны сделать. записать видео, почему изменил внешность. Ну, вот идет видеопроект и будет позже. Я не знаю, через сколько. Где мои волосы? Сзади. Вон они. В Краснодар не знаю. В Москву собираюсь точно. Ждем, когда все с ребятами срастется, потому что мы едем уже не просто. Там у нас 3-4 видео, там будет точно. Сколько лет делал тату? Все еще делаю, ребят. Ну, считаю, уже 10. Когда предпочитаю заниматься, когда свободная минутка, то других вариантов нет. Почему в бассейне не приседал? Потому что в этот момент шла у нас маленькая съемка с Епифанцевым у Вовой и я опоздал на съемку. Да, и вариантов не было, потому что спина уже не работала к этому моменту. Приеду ли в Бурятию? Не знаю. Как принимать янтарку? Но если заболеваете таблеток под 10, а если не заболеваете, то терапевтически 3-4 таблетки на 3-4 недели. Прическу не думаю поменять? Так у меня одна прическа. Косичка. Все, ребята, всем спасибо. Выйду в перископливый вечер, если не установлено, либо уже завтра. Всем до встречи, всем пока, всем спасибо. Опа. Что-то у меня не остановлются, катастрофически трансляция. Мастер спорта, пока есть. Ты мастер? Да. Прости. Да что-то. Мастер спорта, пока есть.